Привет, меня зовут Самар, а то, что вы видите на экране, это Анталия. Да, да, та самая Анталия, в которой возят пакетные туры. На самом деле, пакетные туры возят не в саму Анталию, а в небольшие городки в окрестностях. Сама же Анталия вполне себе симпатичный, большой, современный город, в котором есть симпатичный, небольшой и несовременный старый райончик. Как раз в этом райончике мы и посвелились, и в основном по нему и гуляли, не особо выходя за пределы. Кстати, в самой Анталии исключательности особо нет. Все либо за городом, либо очень за городом. После Анталии мы покинули Южную Турцию и поехали в центр страны, в Каппадокию. И тут же погода резко поменялась. Я в Каппадокии, здесь очень-очень-очень круто, и очень холодно. Каппадокия Каппадокия – это такая область центральной Турции с очень интересным ландшафтом. Вот эти все скалы, которые вы видите, они образовались за тысячи, а может даже миллионы лет, благодаря дождям и ветру. Здесь жили пещерные люди, здесь прятались от Римлян первые христиане, здесь, кстати, очень много пещерных церквей с фресками и иконами, которым почти две тысячи лет. И в целом здесь очень-очень круто. Если вбить слово «Каппадокия» в Ютубе, то он выдаст кучу роликов с заголовками, типа «Секретная Турция», «Неизвестная Турция», «Как попасть в Каппадокию». И стает впечатление, как будто это, как минимум, не знаю, Атлантида. На самом деле попасть в Каппадокию можно очень просто на автобусе. То есть можно доехать автобусом из Стамбула, Анкары или той же Анталии, можно прилететь в ближайший крупный город и оттуда за полчаса-часик добраться маршруткой. И на месте уже можно просто гулять пешком, но, конечно, если хочется увидеть побольше, то стоит либо брать автомобиль на прокат, либо по теплому времени года мотоцикл или мопед, либо туры, 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 и вас повозят везде и покажут самое интересное. Но лучше всего, конечно, самостоятельно. А вот так подается Каппадокийское, Каппадокское, не знаю, традиционное блюдо – мясо, запеченное в горшочке. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Центр Каппадокии условно разделен на долины. Белая долина, Красная долина, долина мечей. А вот эта вот долина называется, вы не поверите как, правильно, долина любви. Год назад я вставал в 5 утра и утеплялся, чтобы полезть на вулкан. Сегодня я встал в 5 утра и утеплился, чтобы... Пока вы смотрите на шары, я расскажу немножко практической информации. Полет на воздушном шаре в Каппадокии стоит 70-100 евро, зависит от сезона. В корзинке 15-20 человек. Есть и приватные полеты на одного, на двоих, но стоит это уже 1000 евро. Шары летают часто, но не каждый день может быть нелетная погода, сильный ветер, дождь и так далее. О том, летите вы завтра или нет, вы узнаете вечером накануне. Поэтому лучше всего приезжать все-таки на пару-тойку дней, чтобы точно пролететь. И да, оно того стоит. Я тут понял, что я уже третий месяц в творчестве и, по-моему, ни разу не сделал видео про теоретские завтраки. А если и делал, ну, они настолько крутые, что просто невозможно. О, и тут так все завертелось. В общем, Турция ввела крэмпинг. Ничего смертельного. Комендантский час с 8 вечера до 10 утра только на выходных. Но закрыли все кафе. То есть, брать еду можно только на вынос, а кое-где только с доставкой. Учитывая то, что кухня у нас тут... Да, кстати, я в Стамбуле уже. Учитывая то, что кухня очень условная, а времени с работы нет вообще, это делает пребывание в Турции сильно-сильно-сильно менее комфортным. Поэтому мы перекроили все планы и решили валить отсюда на неделю раньше. Так что предпоследний день в Турции, предпоследний день в Стамбуле, в холодном Стамбуле. А потом подписывайтесь на канал, ставьте лайки и узнаете, что будет потом.